Четвертый матч западного финала континентальной хоккейной лиги между СКА и ЦСКА. Мы приглашаем вас в Москву на большой хоккей. Ну а пока атакует ЦСКА, и это уже делает то самое звено Светлакова, которое не уходит без заброшенных шайб в этой серии. Попов, быстренького защитника, бросок к воротам размяли Ларса Юпенсена. Мне кажется, он эту зарядку очень хотел получить. Ну а пока ЦСКА атакует Цоркин, передача, бросок опаснейший! Это Дальбек оказался на позиции нападающего. Удивительно, у Дальбека ни одной заброшенной шайбы. И здесь еще добро Светлакова, и как-то не сразу Юхансен эту шайбу поймал. Главное сейчас без травм, без повреждений. Так что сезон получается уже достаточно длинный. Ну и очевидно, что у СКА в этом смысле потери есть. Выходит шайба сейчас за пределы площадки. Проволев на площадке, он занял второе место по броскам. Ну, сейчас давай попозже об этом. От Робинсон выходит один на один. Слепышев с ним доработал. До Федотова шайбы довели, и Федотов ее накрывает. Очень динамичный момент. До Робинса молодец, убежал. И убежал, и бросок заблокировал. Сориентировался очень быстро и убежал, что немаловажно от Слепышева. Правда, я говорю, там обыграть пространство не оставалось. Слепышев работал до конца. Еще один гол! Игорь Ажиганов открывает счет в этом матче. Здорово туда сместился и послал шайбу, если ошибает, даже в ближнюю девятку. А там больше пространства-то и не было. И Гусев, не знаю, на самом деле, стандартная ситуация или нет, или просто Ажиганов умница и в этой ситуации сориентировался очень и очень быстро. Я думаю, что у Евгения к самому себе вопросы. Да, кубок Гагарина он выигрывал, но пока не так полезен в этом плей-офф для СКА. И вылетает из состава, и входит, и понятно, что тяжело со всеми партнерами сразу найти. Общий язык гол! А это Бурдасов дуплетом забрасывает шайбу СКА. Как будто СКА что-то получил из того, что ЦСКА делал. Потому что ЦСКА сколько там? За 90 секунд три шайбы заброса в предыдущем матче? Да нет, а потому что заброшенная шайба, она на самом деле меняет достаточно много. И даже несмотря на то, что большинство часто помехи создаются, естественно, они очень хорошо свои команды выручают. Ох ты, гол! 3-0! Это Воробьев принимает поздравления! Ну, как там говорят, триплетом-то уже получается? Ну да, ты только что говорил, да, про три быстрая шайбы ЦСКА в предыдущем матче? Да. И здесь, сейчас. Броски эти серийные должны быть. Кто-то должен закрывать, бежать на пятак, закапывать. Ох, какой пас! Абрамов! 1-1! Гол! 3-1! Они вернулись, Саня. А сейчас мы это узнаем. Но точно вернулись, потому что в последних сменах к этому ушло. Ты отметил, что накладывали здорово. И сейчас Нестеров, конечно, такую передачу нарисовал на 40 метров из-за ворот. Сотой в ГТЛ в карьере. И Абрамов открылся. А у ЦКА были на льду Хустудину с партнерами. И они моментально поменялись. Смотри, опять настолько быстро изменилось. Ох ты, гол! Гол Светлаков! Они все-таки забивают четвертого рождения! Светлаков в лифт. Попал он что-то, да? Ну вот там, по-моему, да. По крайней мере, Соркин и Светлаков среагировали на то, что... И мне показалось, что шайба изменила траекторию полета. И Соркина он отправляет первым. Так что по всем внешним показателям это Соркин. И в итоге она достается... Димкин, у которого шикарный пас идет Бардакову! И спасает свою команду Педота! С выходом один на один Бардакова еще будет повод вернуться. Да, я понимаю, на что ты намекаешь. Димкин провел силовой. Бардаков добежит. Ищут! Ух ты! Бардаков как Светлакова залепил дофтборд. Но все чисто. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!